Какие же токсические ингредиенты таятся в современных продуктах питания? Пищевая промышленность современная, она задумана не для того, чтобы давать действительно здоровое еду, а для того, чтобы, к сожалению, получать прибыль. Поэтому всеми путями они добавляют те ингредиенты, которые позволяют продуктам не портиться, чтобы не вырабатывать продукт себе в убыток, который удешевляет продукт, который заставляет потребителя не наедаться, а привязываться к еде, есть больше и больше и больше. Наверняка вы слышали о консервантах, красителях, усилителе вкусов, ароматизаторах, разрыхлителях и так далее. И это можно прочитать на любой этикетке, любой банке продукта в супермаркете. А вот такая таблица интересная, которая показывает, что все эти консерванты, они вызывают заболевания, даже по группам есть. Вот даже есть запрещенные консерванты, которые можно тоже проверять в еде. Дальше. Ну, чтобы образно передать картинку, да, так ли это вредно все. О чем мы говорим? Ну, вот есть такой научный факт, что в 50 граммах копченой колбасы содержится такое же количество бенцберена, это токсическое вещество, как в дыме от пачки сигарет, от пачки сигарет, то есть все вы знаете, слышали о вреде курения, так вот съев всего лишь 50 грамм колбасы, вы получите такой же вред, как и выкурив пачку сигарет. Поэтому для тех, кто собирается быть стройным и красивым, конечно же, надо задуматься о том, чтобы перестать курить, если вы курите. Потому что токсины, токсины, которые попадают в организм, они обкладываются в наши сытительные ткани, и организм их разбавляет как? Он обкладывает токсины жировыми клеточками. Очень интересный факт, между прочим. И еще удерживает воду. Вспомните, после какого-то застолья, дня рождения, когда вы плотно поели, на следующий день у вас есть сухость. Как говорят в народе, сушит, сушняк говорят. И хочется много пить. Таким образом, организм пытается хоть как-то смягчить удар от этого токсикоза, полученных продуктов, изобилия еды. Он их просто разводит водой. Отсюда и берется пастозность. То есть у человека есть лишняя вода. Это видно по подгладным мешкам, какая-то болезность в теле. У пациентов наметанный глаз, я сразу же определяю. Идешь даже по улице, и у большинства людей есть эта пастозность. Нет такого стройного лица, чтобы не было мешков под глазами. Организм как раз одна из причин ожирения повышенного масса тела. Как правило, люди после 30-40 лет, когда уже метаболизм не такой сильный, как в молодости, когда человек ел сколько хотел и оставался стройным. А все-таки метаболизм снижается, и переизбыток еды начинает откладываться, и жир начинает появляться, и подкожные клетчатки, и живота, ягодицы, знакомые на многих явлениях. И, собственно, организм вот этим жиром, как изолятор жира, вот как на проводе, есть обмотка, которая защищает от утечки тока. Также и организм с жировыми клетками просто защищает от вредоносного влияния токсинов на организм. Поэтому при похудении прежде всего надо говорить о детоксикации, поведении токсинов. Когда токсины уйдут, то жир будет очень легко уходить, и даже где-то сам уходить. То есть не нужно его отдельно выгонять как-то. А если питаться, как обычно, и просто ходить в спортзал, даже каждый день, биваться там до седьмого пота, такой путь, он малоэффективен. То есть вы будете просто обессилены после таких чрезмерных нагрузок, и вес будет очень слабо сбрасываться. Вот еще один пример, чтобы вы понимали, насколько в еде могут быть много вредностей. Одна банка шпроса эквивалентна 60 пачкам сигарет. 60 пачек сигарет, представьте себе. Да, потому что создавая вот рыбу, сейчас же не коптят, а добавляют консерванты, которые создают вкус копчения. Вот за счет этого и, собственно, организм получает эти токсические вещества. И почему-то они разрешены к продаже. Остается загадкой, да. Еще один элемент, о котором, друзья, следует знать, это трансжиры или маргарины. В 70-е годы, когда даже была мода на маргарин, и многие врачи даже рекомендовали отказаться от сливочного масла, вообще жирные кислоты были очень непопулярны, все отвинили холестерин в атеросклерозе. И призывали всех отказаться от животного жира, где есть холестерин, и перейти на растительный жир, маргарин. Но спустя 10 лет исследования показали, что от употребления маргарина вреда намного больше. Что же такое маргарин, я вам напомню, как его получать. Маргарин был разработан в начале прошлого века, по-моему, в 1908 году в Англии, когда шла Первая мировая война, когда армия нуждалась в продуктах питания, но был дефицит натурального сырья. Тогда ученые обнаружили, что растительное масло более дешевое, чем сливочное, его больше, и под большой температурой пускали в струю водорода, и это масло загустевало, превращалось в такую аморфную массу, похожую на сливочное масло. И какие еще плюсы? Оно не портилось, то есть оно не требовало для хранения холодильника, и его даже не ели вредители, ни крысы, ни тараканы, ни мыши. Вот такой, скажем так, идеальный ингредиент, дешевый, еще и не портится. И начали использовать в армии. Кстати, такая же и история появления дрожжевого хлеба, когда накануне Второй мировой войны армию кормить было нечем, и Гитлеру предложили вот вариант с дрожжами, которые, значит, из объема муки делают больше продуктов, и за счет пышности хлеб увеличился в подъем. И только потом, спустя тоже пару лет, обнаружили, что вот эти грибы, хлебе, они приносят огромный, огромный бред в кишечнике, вызывая даже раковые заболевания. Так вот, вернемся к маргарину, да? Вот так, в принципе, и получается, что молекулы растительного масла при вот таких высоких температурах и при бомбардировании или называют гидротации молекулами водорода, они просто теряют свою природную структуру. И получается, вещество, которое вообще в природе нет, и оно организму никак не может быть, ну, очень сложно метаболизироваться, то есть выводится. И потребляя такой продукт, искусственный организм, мы вызываем в себе серьезное нарушение обмена веществ. Этот жир, он не выводится, он начинает скапливаться. Скапливается он внутриклеточный в виде жировых таких вакуолий. Кстати, друзья, одной из причин старения на молекулярном уровне это отложение в клеточках амилоидного белка, амилоидина. Это как раз сочетание белка и жира. И в основе этого жира лежит как раз маргарин. Так что маргарин надо исключать из своего рациона и исключать те продукты, где его прячут. А прячут под разными названиями. Например, растительное масло, например, масло растительного происхождения. Мне кажется, звучит безобидно, да? А на самом деле это маргарин, да? Содержится он в спредах, в сливочных маслах. То есть, бывает сливочное масло, там 50% жирный, 60% остальное, все более дешево в маргарине используется. Промышленное мороженое. Сейчас даже на привычных продуктах, например, сгущенное молоко или мороженое, не пишут, что это мороженое, или просто пишут продукт какой-то, это молочный продукт или с добавлением молока. Даже так уже пишут. То есть, по вкусу это напоминает то, что мы ели 10-20 лет назад, и оно было натуральным, а по факту сейчас это сплошная химия, искусственное все. Молочные продукции. То есть, ну, сами посудите, откуда зимой может быть такое обелие сметаны, сыра, да. Почистую это все как бы добавление искусственных добавок. Если мы говорим о еде из маркета, конечно. Хлебобулочные изделия, майонез, кетчуп, соуса. Собственно, вы можете сами в этом убедиться, если просто внимательно будете читать этикетки в маркетах, какой состав. ну, в этом найдете обязательно растительный жир, жир растительного происхождения. Вот. Маргарин они не пишут, они скрывают это. Кондитерские изделия, вот разные вот торты с этими маслами, да, пирожные, крекеры и так далее. Вот. Поговорили о маргарине. Второе вещество по значимости, которое действительно очень вродит нашему здоровью, это глютен. Глютен в Советском Союзе это вещество называли клейковина. Вот, от слова клей. То есть, это то вещество, которое склеивает, склеивает вот эти молекулы в злаках и, собственно, в самом деле эта клейковина тоже склеивает, склеивает наши сосуды, склеивает наши клеточки. И вот есть очень интересная книга Дэвида Перламутра, тоже, кстати, американский автор, который показал на своем исследовании, что употребление глютен-содержащих продуктов питания приводит к поражению головного мозга и центральной нервной системы. Наверняка вы слышали таких заболеваний, как паркинсонизм, как болезнь Альцгеймера. Правило, им болеют пожилые люди, когда просто погибают нейроны. И вот он доказал прямую связь, что из-за того, что глютен способен проникать через гематоэнцефалический барьер, то есть проникает в головной мозг, он вызывает повреждения нашей центральной нервной системы и деминилизирующие такие заболевания. Какие-то продукты хлеб, злаки. Должен отметить, что гречка не относится к злакам. Гречка полезна. Макароны, рис. То есть все, что это содержит глютен. В медицине известна аллергия на глютен. На самом деле явной аллергии порядка 1-5% у людей. У них четко человек сел, допустим, рис или хлеб, у него сразу же идет отечность, проявляется аллергия. А у остальных людей тоже есть аллергия, но она скрытая. То есть человек не может догадаться, что он съел хлеб и что-то не то. Это только могут показать анализы. Если посмотреть в темнопольном микроскопе его кровь после еды, то станет все понятно. Она будет более густая и ретроциты будут складываться в такие столбики, называется слайч-феномен. Когда падает электростатический заряд ретроцитов, они начинают слепаться. Идем дальше. Молочные продукты. Я молочные продукты не употребляю и вам не рекомендую. Грудное молоко полезно на каком-то этапе развития человека, но пить грудное молоко коровы человеку это не его видовое питание. Оно не предназначено для нас. Настолько глубоко вошла культура употребления, что человеку бывает сложно осознать, что как это не пить молочные продукты, не есть сметану. Но если логически подумать, что нигде в животном мире такого нет, чтобы обезьяна подошла к корове и начала пить молоко или что-то делать из них. Это абсурд вообще. и это не только нелогично, но еще и вредно, потому что белок коровы нам не подходит. Организм воспринимает это как чужеродное вещество, как антиген и начинает тоже с ним бороться, не пускать в организм. Отсюда же и идет пищеволикоцитоз, который я уже рассказывал вам. вызывает молочные продукты и аутоиммунные заболевания и гаймориты. Я сам в детстве очень серьезно болел постоянно насморками, гайморитами. Мне прокалывали даже гайморую пазуху. Это очень неприятная процедура. А потом я проанализировал, почему так было. Потому что моя сметана каждое утро. и сейчас люди, кто переходит на здоровое питание, при каких-то обстоятельствах они снова съедают вражок. И у них бывает и моментально, буквально через пару минут, полчаса, час закладывает нос. То есть организм вот этой слизью носу в наших пазухах пытается вывести вредные для себя компоненты. А когда их скапливается очень много, он еще приглашает вирусов, бактерий, мы называем это простудой, ОЛЗ. Это можно рассматривать и как планируемую акцию со стороны организма по самоочищению. Температура ему нужна для того, чтобы активизировать процессы. При температуре, как вы знаете, молекулы быстрее колебаются, кровь усиливает движение, быстрее сжигаются ненужные молекулы. То есть воспринимайте болезнь не только как зло, бывает болезнь, это попытка организму уравновесить себя, вывести какие-то чужеродные вещества. Так же самое это сыть на коже, это понос, это кашель, мокрота, это выделение из влагалища. Все это попытка организма вывести чужеродные вещества. Поэтому исповедуя принцип просто подавить это, прекратить это, вы оставляете в себе эти токсины, которые вызывают перерождение клеток, преждевременное старение, может быть даже онкологию. Поэтому задача, я считаю, каждому человеку, кто следит за своим здоровьем, хочет быть красивым, выглядеть, хорошо знать это. идем дальше, друзья. Мясо, мясо, то есть тоже отсылаю вас, кто еще мясо ест, друзья, почитайте книги, поисследуйте эту тему. Колин Кэмпбелл доказал, что провинции в Китае, кто потреблял мясо, в которых это была традиция такая, они намного чаще болели сахарным диабетом, болели онкозаболеваниями, потому что также мясо, мы, скажем так, не хищники, по своей природе, есть доказательства, но это не тема нашей лекции, есть отличные там строение зубов, строение желудка, PH желудочного сока хищника в 10 раз кислее желудочный сок, чем у нас, а мы ближе к правоядным. но мы универсальный, то есть человек в принципе может съесть все, природа настолько все скомпенсировала, что мы можем выжить, мы можем, но какой ценой? Когда-то был ледниковый период, резкое похолодание на территории наших стран, и человек чтобы выжить, он начал есть мясо, он жарил его и ел, да, он выжил, но когда снова появилась возможность купить овощи, фрукты, когда есть замечательный наш транспорт, авиасообщение, корабли, которые привозят нам зимой бананы, апельсины, вот, когда мы научились хранить овощи, собранные осенью, уже нет необходимости есть мясо, то есть мы платим слишком большую цену с ими заболеваниями за употребление невидовым питанием, сладости, легкие углеводы, то есть сейчас в культуре конфеты сладкое, это действительно легкий способ снять стресс, получить удовольствие, но легкие углеводы они без спроса проникают тоже в организм, вызывают скачки сахара и скажем, это повреждает и сосудистую стенку и собственно вызывает метаболический синдром и даже сахарный диабет, если вы слышали, что сейчас большая проблема сахарный диабет, когда организм просто не справляется с потоком сахара, поступающим в тело седой и этот сахар, он постоянно высокий уровень в крови, вот, и вам скажу, кстати, сразу же, симптомы, чтобы вы у себя проверили, когда есть сухость во рту, когда постоянно хочется пить, либо есть сухость на коже, и есть частое мочеиспускание, вот эти три основных признака повышения сахара, нарушение толерантности глюкозы для начала и потом устроение диабета сахарного диабета. Стимуляторы, чай, кофе, то есть стимуляторы, они сначала стимулируют нервную систему, а после стимуляции идет истощение нервной системы. Вот. Наверняка вы обратили внимание, как на улицах наших городов стимительно растет количество точек, передвижных точек по продаже кофе, вот, и люди подходят, есть очереди. Почему это возникает? Потому что большинство людей, они имеют состояние интоксикации в теле, которое, конечно же, снижает нашу энергетику, организм вырабатывается меньше энергии, меньше усваивается кислорода из-за более густой кислой крови. И человек, когда, находясь неведением, он просыпается утром, нужно идти на работу. И единственным способом себя взбодрить, чтобы все-таки перестать спать и начать работать, для него является чашка кофе. Может быть, уже две, три чашки кофе. Вот. И если это происходит каждый день, то, конечно, вначале это дает какой-то стимул, но рано или поздно это истощает организм. И ведет, конечно, к возникновению ранних заболеваний. Поэтому вот на курсе, онлайн-курсе по переходу на здоровое питание, который я уже провожу несколько лет, мы проводим эксперимент. Вот люди, кто пьет кофе, они за несколько дней, они освобождаются от этой привычки, мы им даем пить свежевыжатые соки. И люди, когда пьют свежевыжатый сок, они тоже чувствуют прилив сил. Потому что в соке живые ферменты, витамины, минералы, сразу же повышается усвоенность кислорода, активность наших ферментов в крови, и человек действительно чувствует прилив сил. То есть отличная замена к стимуляторам. Дальше. Друзья, я вижу, что вы пишете вопросы в чат, мы давайте рассмотрим в конце уже выступление, чтобы сейчас не отвлекаться. Поэтому опираясь на вышесказанную информацию и свой личный опыт, я считаю, что переход на здоровое питание, а именно это термически невыработанная еда, еда не супермаркетов, а натуральная еда, есть самым эффективным способом решения и постройнеть, и стать более красивым, но и вернуть свое здоровье. И моя практика, мой медицинский опыт это подтверждает, и друзья, даже одной диетологией можно решить большинство заболеваний. Я как бывший кардиолог, ну как кардиолог, я говорю, что гипертоническая болезнь и атеросклероз, она, эти заболевания, они лечатся от одной коррекции питания, без таблеток. лечатся и Субтитры подогнал «Симон»